Аякс. Асинхронное взаимодействие с нашей серверной частью. Самая важная, главная, универсальная функция BX-Аякс. Соответственно, мы передаем параметры URL, куда отпрощаемся, каким методом, GET, POST, какие данные мы в ответ получим, HTML, JSON, скрипт и тому подобное, какой у нас тайм-аут. И, допустим, делаем обработчик событий, когда у нас все замечательно и когда какая-то ошибка произошла. Более простые функции BX-Аякс-GET. То есть отправляем GET запрос, вешаем свой обработчик. BX-Аякс-POST, POST запрос, передаем данные, свой обработчик. BX-Аякс-InsertToNot. Соответственно, по какому-то URL обращаемся и результат пишем в какой-нибудь DOM элемент. Ну, допустим, передаем по ID-шнику, точнее, передаем элемент с ID-шником таким-то, Diff условно, да, и весь результат туда запишем. И последняя функция BX-Аякс-LoadJSON. Соответственно, мы будем обращаться к серверу и в ответ получать JSON-объект и его как-то обрабатывать. JSON-данные. Значит, на стороне PHP мы можем, допустим, не сразу там инициализировать там шапку, да, а только пролол. Ну, стоит это использовать, когда нам надо обработчик Аякса сделать там отдельным скриптом условно. Как вариант, можно еще использовать RestartBuffer, никаких проблем с этим нету, и потом вывести, что нам надо было. По поводу JSON-а, два варианта. PHP-to-JSON-Object, это утилита Bittrex, точнее, функция Bittrex вернет JSON. JSON-encode, PHP-шная функция, работает только с утфом, вернет JSON. Есть несколько функций, в частности две. UserOptionsSales и UserOptionsDelete. Они позволяют пользовательские настройки для авторизированных пользователей сохранять на сервере. Получать значение мы можем на сервере через PHP. Давайте пример рассмотрим. Тут все тоже не очень сложно. Значит, Аякс. Посмотрим нашу функцию. Значит, что здесь происходит? Ну, во-первых, мы говорим, что мы работаем с Аяксом. Некую соль будем подмешивать к нашим запросам, чтобы определить, что обработчик это здесь. При получении некого запроса, если соль совпадает, хэш, чистим буфер, возвращаем в JSON. С точки зрения HTML, две части. Во-первых, блок, в котором мы будем что-то показывать. И div, по которому мы кликаем, что-то запускаем. Обработчик клика. Вот он запустит функцию DemoLoad. Функция DemoLoad, в свою очередь, скроет блок, покажет блок прогресса и обратится к текущей же странице за порцией JSON. По результату вызовет DemoResponse. Функция DemoResponse. Вот она. Соответственно, мы все данные, которые получили, видите, дата результ, то есть это вот этот вот ключик массива, мы запишем в наш блок с ID-шником блок. Соответственно, мы его потом покажем, прогресс скроем и сгенерируем кастомное событие DemoUpdate. Обработчик DemoUpdate следующий. Когда он у нас наступает, мы вызываем функцию, которая сама себя перегрузит. Давайте для начала я этот обработчик закомментирую, чтобы видно было, как это все дело работает. И посмотрим. Обновим. Давайте откроем откладчик. Не откладчик, а просмотр запросов. Кликаем. Вот наш запрос. Вот ответ. Еще раз кликаем. Wait, Hello. Два запроса. Соответственно, обратились по такому-то адресу, какие-то переменные передали, ответ приблизительно такой. Теперь по поводу обработчика. Уберем комментарий. Когда у нас придет ответ, мы перезагрузим страницу. Обновимся. Допустим скрипт, wait и перезагрузка.